Дочь челюстно-лицевой хирург За пять лет в округе открыли шесть новых медицинских учреждений, Одинцовская областная больница и скорая помощь. Это больше четырех тысяч сотрудников. Многотысячный Одинцовский коллектив медиков отличается высоким профессионализмом и с него берут пример во многих других наших городских округах Московской области. Это не случайно, потому что здесь работают династии, здесь работают поколениями. Сфера здравоохранения Одинцовского округа развивается. В этом году откроют сразу несколько поликлиник и ФАП. Уже в этом году мы должны открыть поликлинику в Заречье, ФАП в Кубинке, детскую и взрослую поликлиники в Ново-Ивановском. В следующие два года КДЦ в Ромашково, поликлинику в Одинцово, детскую поликлинику в Звенигороде и поликлинику в микрорайоне Гусарская Балана. Оснащение больницы на уровне, но скоро станет еще лучше, в том числе благодаря подарку от администрации округа и банка-партнера. Я пользуюсь случаем, хотел бы передать Александру Михайловичу Грицачуку этот сертификат на приобретение манекенов и программного обеспечения для симуляционного центра в Одинцовской областной больнице. Грамоты, цветы и подарки на праздники в Горках десятых наградили лучших из лучших. Но самое главное – слова благодарности от пациентов. Депутаты, в свою очередь, говорят, поддержка медиков будет только сильнее. Мы очень гордимся нашими медиками в Одинцовском городском округе. Дорожим, что к нам приезжают самые лучшие сотрудники со всей страны. Это забота не только губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, но и главы округа Андрея Робертовича Иванова и Совета депутатов. Сегодня мы собрали здесь замечательный праздник, День медицинского работника, чтобы выразить свою благодарность этим замечательным людям, которые день и ночь отдают свое сердце, душу, силы для того, чтобы мы были все здоровы. После церемонии награждения праздничный концерт своей лучшей песней для Одинцовских медиков исполнила певица Зара. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.